Россия и Запад так и не договорились по гарантиям безопасности в Европе. Три раунда переговоров в Женеве, Брюсселе и Вене. Результата нет. К чему может привести тупик в диалоге, все понимают. Заложник ситуации Приднестровье. Это одна из точек геополитических разборок. Здесь Вашингтон тоже пытается бросить вызов Москве. Все как ожидали. Такую оценку переговором дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва предложила, как снизить градус в геополитической игре. Запад новые правила выслушал и не принял. Как пишут СМИ, прозвучал предельно жесткий отказ. Для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы. Вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности. Там ведь не только односторонние требования России нас не трогать и не делать ничего, что у нас вызывает недовольство. Там ведь принципы, которые в конечном счете нацелены на обеспечение безопасности всех и каждого. Без каких-либо ущемлений чьих-то интересов и без нанесения ущерба безопасности кого бы то ни было. Судя по всему, безопасность для всех и каждого не в приоритете западных политиков. Это можно легко понять по их риторике и в сторону Приднестровья. Экс-помощник президент США Джон Болтон ранее говорил об уничтожении республики на Днестре. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь требовал вывода российских миротворцев. Когда соответствующие должностные лица НАТО пытаются комментировать ситуацию здесь непосредственно на территории Приднестровья, в зоне безопасности, значит, они, в принципе, мне кажется, что далеки от нормативно-правовой базы, которая сформирована за все эти годы. Уже идет 30-й год миротворческой операции, которая доказала свою эффективность. Миротворцы России у нас до полного политического урегулирования конфликта. В Вашингтоне и Брюсселе об этом, конечно, знают. США и ЕС – наблюдатели в переговорах между Тирасполем и Кишиневом. Что будет дальше? Сейчас это главный вопрос. Куда ведет тупик в переговорах – все понимают. Москва ждет письменных ответов по гарантиям безопасности и рассчитывает на быструю реакцию западных партнеров.